Дарова! Эээ, атрибуарно! На одном из моих последних стримов мой подписчик Максим через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик у Питера Андерсона, который называется, короче говоря, Худший таксист. Давно я Питера не смотрел, даже немножечко соскучился по нему. И насчёт Худший таксист, это как бы мне, мне, наверное, будет интересно даже смотреть это вдвойне, потому что раньше я таксистом работал, если вдруг кто-то не знает. Поэтому давайте ролик глянем, правда, прежде чем начать его смотреть, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на трогу и на группу ВКонтакте, ссылочки все будут в описании. А вот теперь погнали, посмотрим ролик, уверен, будет что-то интересное. Пэх! В этом видео. Я нарушаю как могу, брат. Окей. Вот, таску уже надел. Короче говоря... Ха-ха-ха, как будто к нему лезь салаваться. Поший таксист, это был самый разгар холодной зимы. В игре, конечно. А в реальной... А когда вышел ролик такой? Ну-ка, ну-ка. 27 июня Юля. Зимя, зимя! Неплохо она так палит. Ну, немного в другом смысле. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, с такой еще улыбкой, блин, это как будто это... Маньяк. В последнее время меня эта жара безумно достала. Из-под дивана. Потому что обычно я там люблю проводить свой день, а сейчас там уж... Эээ, зачем же там, там же наоборот жарко. Лишь как жарко. Начал искать варианты, где спрятаться от этой жары. Давай еще раз обратно на диван. Стало жарче. Залез в ящичи. Что? Как он уже... Запекло! Капец, мне кажется, ящичи сломаются. Залез в холодильник. Вроде полегчало. Интересно, а я, как и продукты, буду медленнее стареть в холодильнике? Нет. Было бы, кстати, на самом деле, прям очень удобно. В этом секретке аннуризма. Через пару часов вылез... Постоянно спит в холодильнике. А мы думали то, что он ест кровь... Пупы. ...бедные продукты. Мы вас там убиваем. Через неделю выздоровел. Через пару часов вылез с температурой 40. Бедные продукты. Нет, потому что ты там заболел просто. Мы вас там убиваем. Через неделю выздоровел и решил, что все-таки лучше куплю кондиционер. Как-то быстро он выздоровел. Зашел в приложение банка и посмотрел свой кредитный рейтинг. Передумал брать что-то в кредит. Подождите, а что, в банке можно посмотреть в приложении кредитный свой рейтинг? Дересно, у меня есть, надо будет глянуть. А я брал что-то, брал что-то кредит, но не в сфере. Литер Андерсон хочет взять кредит 30 тысяч на кондиционер. Офигеть. Вот я типа всегда думал то, что капец, какие кондиционеры дорогие. Но я недавно купил кондиционер за целых 13 тысяч рублей. Доволен, как индюк. Почему индюк довольный? Но я его еще даже не поставил, потому что я ленивая задница. Капец. Сейчас дома холодильник. Можно было поставить бы кондиционер, и он бы меня еще и грел. Шикарно. А он может быть, ну он брал у нас 3 года назад 150 рублей на донат в Браунстарс. И я отдал уже через 32 месяца. Нихрена себе 32 месяца. О, этот парень 3 деньга, не оставим его без кондиционера. А может ничего не покупать и завалиться на хату какому-нибудь другу с кондиционером? Ммм, ну если у тебя есть друг с кондиционером, то это неплохая идея, но у меня таких нет. Я позвонил первому корешу. Ну что, пригоню сегодня. Такой сегодня Андерсон, я на Бали отдыхаю. Нифига себе, типа есть кондиционер, значит слишком богатый. Кто в эту дуру ездит? Пока. Позвонил второму корешу. Ну, гости сегодня ждет. Какие гости, Питер? Я в Сочи загораю. Да, одни нищеброды туда катаются. А, в нищеброды. По-моему, в Сочи съездить гораздо дороже, чем какой-нибудь египет. Позвонил третьему корешу. Ко мне сегодня тоже не ногой, я че... Я в той луже в соседнем дворе, пляж отменный. Ну давай тогда я с тобой вместе побоюсь возле пляжа. Понятно. Мне захотелось тоже куда-то поехать. Ну такси. Оно нынче дорогое, благо лужа тут рядом. Да и кондиционер в машине есть, я хваждусь заодно. А, откуда ты знаешь, что кондиционер есть в машине? В мае, по крайней мере, не было. Делся? Обылся? Сказал корешу, что через пять минут буду? Не помню, подожди, куда делись штаны с этого? И вызвал такси. Все эти пять минут шел поиск машины. Хотя, чего тут искать? Вот она перед вами. Полтора подтягив... Не, как-никак. И вот... Я даже одного не... Вот она наконец нашлась. Что? Ожидание пятнадцать минут? Прошло не часов. Отменил поездку. Че, слишком долго как-то пятнадцать минут. Бабушка в Свиногорье этой зимой. Да, есть такой город. А вот... Серьезно, есть город Свиногорье? Я потом загуглю. Сейчас смирил. Таксист решил подождать. Десять минут спустя терпение лопнуло. Так. Ух. Так она не лопнула, она взорвалась. Че это было? Короче, я отменил поездку и снова заказал. Ой, охренели. То же самое таксист, да? Семнадцать минут, цена в два раза выше. Какой нахрен повышенный спрос? Да я больше никогда в жизни не поеду на этом тупом воняющем coordinated такси. Я его ненави... Каком такси? Повышенный спрос. Да я больше никогда в жизни не поеду на этом тупом воняшемangled такси. К АКОМ ТАКСИЕ? Нихрена я не понял, напишите в комментариях. Блин, у наушники иногда тупят, или буш. Ненавидж. Через семнадцать минут я уже стоял на улице... Ахахаахаха! Типа, какой в apareal? Заеждал свою машину. Что значит водитель ожидает? Где ожидаем? А подъехать прям к подъезду за такие бабки? Всё-таки 85 рублей серьёзная сумма. 85 рублей в Москве? Это капец, у меня, по-моему, ещё дороже, блин, в городе. Через полчаса почти дошёл до такси. Помахал водителю рукой, чтобы он понял, что это я его пассажир. Чё-то как-то далеко он, блин, встал, нифига себе. Помахал в ответ. Показал на себя пальцем, чтобы у него не осталось никаких сомнений. Он ответил тем же. Подошёл к машине. Да, братончик, я понял, что... Братончик. ...тот бедолага из рынка. Давай помидорчик, доставлю четверг. Какой помидорчик? Что я прифигел, это ничего не сказать. Ещё полчаса объяснял ему, кто я такой. А за эти полчаса у тебя капает, типа, ожидание. Так я бы сразу сказал, Василич. Я тебе неделю назад обещал прокатиться. Давай, прыгай. Неплохо, чувак, отыгрывай. Я объяснял ему, что я никакой не Василич, было уже лим. Поэтому я сел в машину, рубил телефон. Какая ещё сотка за ожидание? Вот и я о том, что только там должно быть за полчаса не сотка, а 150, по крайней мере, у меня. Этот гений не отметил, что я подошёл к машине уже полчаса назад? Я наорал на него. Ну, брат, придержи коней. Вот правда. Там кони идут. Останови их. Не буду. У меня семья. Десять детей. Оставишь это соточек мне? Ну, раз такое дело. Ой, спасибочки. Кстати, я имею в виду моих рыбок отваривали. Типа они дети мои, понял? Какая-то дичь. Я начал припекать. И даже не из-за того, что сейчас сказал этот таксист, а из-за того, что он не врубил кондиционер. Попросил включить. А чё за тачка-то не покупает? А, конди... А, кешь. Сейчас, брат. Я тоже эту песню люблю, брат. Чё это за песня, блин, какая-то... Нет, незнакомая, как будто исполнитель знакомый. Что это? Раздеваетесь? Да, раздеваетесь. Нет. Чего? Включите кондиционер. Чё, включишь? Конди... Кондиционер? Короче, нажмите эту кнопку, чтобы прохладней стало. А, охлаждалочку включить? Ну, так и сразу сказал, брат. Фух, наконец-то. Охлаждаешь? Из меня уже сто литров пота вытекло. Ну, два года уже не работал. Жизнь, брат. Спустя... Так ты просто окно откроешь. Ещё десять потных минут спросил, почему так долго. Я нарушаю, как могу, брат. Вот, таску уже одел. Чё не устраивает, братела? Поня... Бр... Братела. Адна. Спустя час. Мы так долго катались, что я успел вздремнуться. Спросил, сколько нам ещё ехать. Ещё три минуты, брат. Да везерко... В смысле? У тебя же есть телефон, ты же можешь проверить, куда идти. Да везу. Чёрт, навигатор. Другой конец в Москве привёз. Эти три минуты длились вечность. Сначала он закрыл окно, и температура... Куда волоски? Поднялась ещё на 10 градусов. Потом он закурил. Потом поцеловался. С другой машины. И быстренько свалил с места аварии. Да ещё и снова включил свою любимую музыку. Ну чё, скачай, братанчик. Не судите строго. Всюда... Рогу шляпа какая-то играет. Ты не играй? Что на просьба? Хорошо. И о чём? Спустя ещё сколько-то потных минут. Всё-таки Бравл Старс непростая игра. Мы начали подъезжать. Ну вдруг он резко развернулся. В смысле? Тормози, я выпрыгну. А тут это... Завернуй мне по маршруту. Пару человеку подобрать нужно. Чел, мы уже приехали, дай я выйду. Чисто по братски. У меня от этой наглости пропал дар речи. И он газанул за этими человечками. Капец. Первый, второй. И вот он довёз 131-го пассажира. Чё-то как-то дофига. Можно я выйду, пожалуйста? Ну вот видишь. А чё-то он без ботинок. Сколько минут? Пассажира. Ну вот видишь. Вела две минуты. Сейчас поедем к твоей точке грамп. Я к тому времени уже окончательно сварился. И мне было всё равно. А ты воздух поставишь? Ай, пошёл. Пошёл. Хорошо. Вот это наглость. Через пару часов мы наконец доехали. До заправки. Братон. В смысле? Подожди пару минут. Заправлю ласточку свою. Через пару десятков минут он вернулся в машину. Прошаловку прошу, брателик. На кассе бутербродиком угостили. После этого я отчинил туалет. Я уже не... Настолько плохой бутербродик. Не знал, как на это реагировать. И вот мы наконец приехали. Нифига себе, когда дождь пошёл. Прикольно. На чае оставишь что-нибудь? Брат и Лёнкис. Ой, это... Брат и Лёнкис. Я кинул в него просто пакетик чая. Где он его взял? О, чай прилетел. Он обрадовался. Я начал безумно громко орать на него. Проклинать за эту отвратительную поездку. Он перестал радоваться. И начал орать в ответ. Сказал, что обычно клиенты оставляют два пакетика чая, а не... А-а-а-а, серьёзно? Ряди, мы стопились. Я говорил, что он худший таксист. Он, что я худший пассажир. Он начал меня душить. Я отбивался. Он продолжал душить. Я начал терять сознание. Так, ещё что-то произнесло дальше. Вот, пожалуйста, вы приехали. Я вышел из... Это, короче говоря, всё ему объяснилось? Машина. Подошёл к месту, где... А чё он там сидел? Должен быть друг. Так. Ну и где ты? А, ты что-то долго ехал? Ложа уже высохла. Ну, и я пошёл домой. Нифига себе, быстро же она высохла. Не, обратно я на автобусе. Подожди, в смысле? Вот же лужа. Чё, как-то она не выглядит высохшей. Пассажир говорит, водитель автобуса. Какого хрена? Он чё, этапы там работает, что ли? Я тут это, заверну немного, не по маршруту. Пару человеку забрать надо. Ой, жесть. Пиздец. Ребят, я заморочился над этим видосом. Посмотрите, какого таксиста вам нашёл. Так что давайте вы прям сейчас поставите мне лайк и подпишитесь на канал с колокольчиком. Спасибо. Блин, это просто высохите. Ролик реально офигенный получился. А, подожди, там есть сцена после Питров. Ну-ка. Чё включить? Не, ну реально очень классно получилось. Из таксиста он шикарного просто нашёл и над роликом реально заморочился. Прям офигенный видос. Получился Питеру огромное спасибо за контент. Максиму огромное спасибо за то, что подписал на канал этот видосян. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Ребон. Спасибо за просмотр. Пока.